Всем привет, ребят! Меня зовут Настя, и добро пожаловать на мой канал! И сегодня по некоторым просьбам моих подписчиц я снимаю видео, в котором я вам покажу свое рабочее место, в котором я провожу 80, да даже, наверное, 90% своего свободного времени. Поэтому оно у меня оформлено довольно-таки уютно для меня, очень удобно, комфортно. И вы не увидите здесь много всего лишнего, потому что это мое рабочее место, это мое место, в котором я провожу очень много времени, и я не хочу, чтобы что-то отвлекало сильно мое внимание. Поэтому я не люблю, когда здесь бардак или что-то лишнее, я люблю, когда все конкретно. Сегодня вы не увидите здесь чего-то лишнего, чего-то развлекательного, потому что я люблю, когда все очень лаконично, когда все очень четко, когда ничего лишнего, и все, в принципе, все только самое нужное находится на рабочем столе. Поэтому, если вам это интересно, то давайте уже скорее же начнем. Также я вам сегодня покажу и расскажу немножечко о процессе монтажа, о том, как я монтирую, где я монтирую, на чем я монтирую. Поэтому, если вам это тоже интересно, то приятного просмотра. Добро пожаловать, святую и святых, в мою комнату. И это то самое рабочее место. В травы на стене находится моя маленькая гордость. Это входные и пригласительные на местные показы и мероприятия в качестве блогера. И все это висит вместе с миловой доской, которую я покупала вроде бы фикс-прайс, но очень давно. Между столом и диваном можно заметить мою сумку и огромную люкс-воду. Потому что вода это всегда хорошо и полезно. А теперь передвигаемся к столу. Начнем справа. И здесь у меня стоит подсвечник из Икеи. И да, я знаю, что он есть уже у всех, но я не исключение и тоже его захотела. Тем более, он отлично вписывается в мой интерьер. Идем дальше. И здесь у меня стоит обычная поставка для самых необходимых карандашей и ручек, чтобы в любой момент можно было достать и воспользоваться ими. И да, еще она прикольно крутится. И да, еще у меня тут лежит очень прикольный отачил в виде шоколада. Люблю шоколад. И да, заказывала я ее вроде бы на ebay. Идем дальше. И здесь стоит обычная свечка из Икеи. Она вроде бы даже ничем не пахнет. Дальше у меня стоит стакан из Старбакса. Здесь даже написано мое имя. И здесь я храню просто свои кисти для рисования. Дальше у меня стоит крем для рук и тела из Zara Home. И это очень крутой крем, потому что он чудесно пахнет. При работе с компьютером наши руки постоянно сохнут. И я люблю увлажнять их кремами. Здесь у меня стоят две обычные колонки и компьютер с веб-камерой. Также здесь находится вот такой вот стик. И я люблю делать такие стики, напоминалки. Просто клеить их куда-то, либо перед глазами, либо, например, на мою доску. Или же куда-то в другое место. В общем, да. Я считаю, что это очень удобно и ярко. Несмотря на то, что у меня здесь стоит компьютер, я на нем практически не монтирую. Потому что я все это делаю вот на этом ноутбуке. И да, это не мой ноутбук. Я его одолжила у своего молодого человека. Но на нем гораздо удобнее и быстрее монтировать, нежели на компьютере. И это обычный ноутбук от Asus. Идем дальше. Здесь у меня находится расческа а-ля Tangle Teasers. Я использовала как настоящую Tangle Teasers, так и вот эту вот подделку. И я не вижу особо никакой разницы. Поэтому, да, я использую такую вот подделку. Их покупал я в золотом яблоке. Рублей за 200 вроде. Идем дальше. Здесь у меня находится телефон. Айфон. Шучу. Это не телефон. Это зажигалка. Прикиньте, да. И она у меня находится на этом столе, потому что я люблю зажигать эту свечку. Дальше у меня находится вот такой вот ежедневник. И вы его видели уже тысячу раз в моих видео о ежедневнике. Поэтому я даже не буду о нем ничего рассказывать. Он здесь у меня лежит почти всегда. Дальше у меня лежит книга, которую я читаю на данный момент. Я о ней тоже уже рассказывала вам в фаворитах. Я ее уже почти дочитала, но еще не дочитала. Поэтому она у меня лежит на столе. Дальше у меня лежат фотографии полароидские, которые я просто еще не придумала, куда я их прицеплю, куда я их надену. Также у меня на столе всегда почти лежат какие-то новые журналы. На данный момент это вот такой вот флакон. Я туда обычно складываю какую-нибудь ерунду, наклейки, стикеры. И да, у меня для вдохновения всегда лежат какие-то новые журналы. Теперь идем левее. И здесь у меня находится вот такой вот рыцарь. Он у меня вот так вот открывается. И здесь я храню годовой запас зубной пасты. Да-да, вы не ослышались. А также просто какие-то флешки, карты памяти, которые я использую. И сбоку у меня находится пробковая доска, которую вы, несомненно, уже видели в моих видео. И здесь у меня практически ничего не поменялось. Я ее храню вот здесь вот. И если вы подумали, что это конец, то нет. Потому что у меня еще открываются вот эти вот жалюзи. И здесь у меня находится просто бардак, который я прячу за жалюзями. На самом деле нет. Я здесь прибиралась, поэтому сейчас здесь находится все только самое нужное и необходимое. И да, вот этот цветок, он, конечно же, очень здесь нужен. Потому что растения в комнате должны быть, и я его очень сильно люблю. Это я его глажу. И да, еще вы здесь можете заметить Айрона Пола. И если вы не знаете, то это тот чувак, который снимался во все тяжких. И я его очень сильно люблю. Идем правее. И здесь у меня находится в основном все для творчества. И это такое типа пенала. Здесь у меня находятся просто всякие стразы или же какие-то штучки для ежедневника. Дальше это обычный пенал, голубенький, красивенький, обычный пенал. Это очень милая овечка. Я ее покупала в Экспрессе еще очень давно, еще когда был год овцы. И здесь у меня находятся различные цветные скотчи, которые я использую для декорирования ежедневника. Дальше у меня находится обычная стеклянная банка, в которую я наливаю воду, когда рисую. Далее тут стоит Беллороид. Просто для красоты я даже не знаю, работает ли он. Далее у меня есть еще одна свечка. Но это не обычная свечка. Ее если вот так вот поджигаешь, то она горит разноцветными штуками. А это моя любимая маленькая розовая мусорка. Конечно же от полного бардака я не избавилась. И поэтому в углу у меня стоит коробка от этого самого полароида, в которой у меня сложен просто какой-то маленький хлам и также провода. Дальше у меня стоит какое-то масло, тут непонятно, а еще мыло. Да-да, просто обычное земляничное мыло. Пахнет очень-очень вкусной земляникой. Поэтому да, я это использую как ароматизатор такой для комнаты. А напоследок я вам покажу вот этот вот стул, на котором есть белая шкурка. Благодаря ей стул смотрится очень красиво, а моей попе очень мягко. И моя самая любимая часть в этой комнате это именно эти жалюзи. Потому что я могу в любой момент их открыть, я могу их закрыть, могу регулировать как-то свет. В общем да, я считаю, что жалюзи это просто очень крутая штука. Ну а теперь монтаж. И как видите, я уже переоделась в уютную пижаму, потому что монтировать нужно в уютных вещах. И я надеваю свои любимые теплые носочки. Понимаю, что на них дырка, но конечно же я ничего не делаю. Прибираю волосы, потому что сидеть с распущенными волосами это очень неудобно. Конечно же берем вкусный перекус, и на сегодня это у меня грейпфрут. И да, не думайте, что я наедаюсь с одним грейпфрутом, это так перекус. А за кадром-то я еще и супчик могу поесть. Угу. Монтирую я всегда в Sony Vegas Pro 13. И вот этот самый момент, когда я сижу, монтирую видео, ем. И в такие моменты жизнь просто крутая. И на этом все. Я надеюсь, вам понравился мой мини-такой рум-тур. И если вы хотите больше подобных видео, то обязательно пишите комментарии, ставьте палец вверх, мне будет очень приятно. И всех целую. До скорых встреч!